Продолжение следует... 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 Есть в физике другие класс симметрии, их еще называют внутренними, они связаны с векторным состоянием элементарных частиц, и в том числе такие законы сохранения, как закон сохранения заряда, следует из них. Это все вытекает из знаменитой теоремы М.Ленетер. Если студенты, которые здесь присутствуют, старокурсники, то, наверное, в курсе теоремы теоремы рассказывали. А еще будут рассказывать. В курсе теоремы и теоремы теоремы теоремы. Значит, она примерно в двух словах звучит так, что если некая вещь под названием интеграл действия инвариантам относительно технических преобразований, то обязательно с этими классами преобразований должен быть связан подменный закон сохранения. Можно сказать простейший случай. Если вы продолжаете заинтересовать какой-то координат, то импульс сохранения. То импульс сохранения, значит, вот такое было. Значит, и математическим оформлением таких симметрии долгое время была так называемая теория групп. Я помню, значит, знаю, что до сих пор на 6 дней эти теории групп, что в основном читался комплектативный курс. Вот сейчас, вообще, я знаю, начал на 2-ом курсе тем, что это дело очень важное и полезное. Но окажется, что это вот тоже недостаточно, что, как говорится, есть новые юлисиметрии, которые в классической теории групп, к сожалению, описаны в эти модели. Ну а геометрия и теории групп, они тоже связаны друг с другим образом. Есть знаменитый еще Феликс Клейн, математик 19 века, вступая в должность профессора Арлангянского университета, прочел свою знаменитую лекцию, которая называется «Сравнительное обозрение новейших геометрических исследований», которая дальше в среде математических геометров получила название Арлангянской программы. То есть в ней он сформулировал единую точку зрения на геометрию, как теория, на вариантах соответствующей группе преобразования. Причем название геометрии, как правило, совпадает с основанием геометрии. И классификация групп преобразований дает нам классификацию геометрии. Однако время прошло, и вот где-то в начале 50-х годов выдающийся математик 20 века, профессор Вагнер Житландович, известный своими работами в области основания геометрии и абстрактной алгебры, осознал, что точка зрения на геометрию, как на теорию вариантов, описанной группами, окажется крайне ограниченной. Здесь я должен сказать, что Валерий Житландович только сейчас один из математиков, которые обогнали свое время. Значит, он известен еще своими знаменитыми работами по геометрии. Значит, когда он представил свою кандидатскую диссертацию на скольких махматерных героев, в это время там находились два выдающихся математика 20 века Кантан с Холтом, которым показали эту диссертацию, она оказалась им настолько яркой, настолько интересной, что они выступили с предложением к ученому совету стать оппонентами и присудить докторскую диссертацию. Это был первый случай в советское время, когда на кандидатскую диссертацию, как был 1936 год, была присвоена докторская степень. Впоследствии Швагер много лет вывел в его пятую геометрию Саратовского университета. И вот был награжден премией Лопачевского совместно с Картаном. Я предложил, там не так, значит, рассуждалась премия Картаном, но предложил его разделить. И как молодому ученому, главное, тоже будет предложить. Значит, премия была разделена между другими двумя. И вот, значит, Гмитрий Владимирович, будучи блестящим геоментом, поведением первым осознал, что нужно расширение понятия группы и образования. Свою точку зрения он в законченном виде изложил на четвертом математическом звезде, который проходил в городе Ленинграда в 62-м году, примерно. Значит, его доклад был приглашен как крупнейшего геометра, когда он уже был известен как крупнейший геометр Советского Союза. Наверное, в таком направлении, как Картан Шевский. Может быть, молодому поколению это ничего не говорит, но не знаю. Тем не менее, значит, в этом докладе я специально процитирую начало его доклада, в котором он высказал следующую точку зрения. После того, как Феликс Плейн в своей перлангенской программе дал посетив акцию различной геометрии, пофальтизующей их класс к крупным преобразованиям, казалось, можно было думать, что теория групп будет той части алгебры, на которой будет основано и все дальнейшее развитие геометрии. Красный — это мое добавление, и физики. Однако это казалось не так. Для современной геометрии понятие группы является совершенно недостаточным при рассмотрении с алгебраической точки зрения основных понятий соответствующих геометрических теорий. Мало того, что алгебраические проблемы, возникающие в последних по основанию современной геометрии, опять как мое добавление, красной и физики, приводят к необходимости изучения специальных алгебраических систем, которые до последнего времени по существу не изучались. Эти алгебраические системы возникают в результате аксиматизации теории частичных отображений. Что же это такое — частичные отображения? Дело в том, что в современной геометрии приходится иметь дело не с отображениями одного множества в другое, или отображением этого множества на себя, а так называемыми частичными отображениями. То есть некоторых подможеств множества этих множеств. Иными словами, иметь дело с так называемыми локальными преобразованиями, которые отображают окрестность некоторой точки множества на окрестность некоторой другой его точки, или же преобразованиями, которые, оказывается, определены не всю. Таким преобразованием в геометрии называют частичными преобразованиями, это принципиально важно. Теперь у вас есть множество, состоящее из разных подмножеств, чем подмножества могут быть, чем самым множеством, может быть чуть попозже. Скажем, у нас есть кристалл. Мы рассматриваем группу симметрии этого кристалла. При этом кристалл мы предполагаем бесконечным, когда у нас есть атфляции, есть какие-то природы. Сейчас мы приедем, там будет отдельное положение физики твердого тела, космографии, тогда я думаю, что так будет ясно. Я сейчас скажу общую точку зрения. А теперь посмотрим, что в физике у нас происходит. Термин преобразования, который используется в физике часто, значительный в более широком смысле, чем преобразование с точки зрения, как преобразование множества в себя. Или просто такое? Простейшие виды преобразования, преобразование Лоренса, они группу-то не образуют, групповые структуры. И это надо иметь в виду. И тянется с собой большой вопрос, правда? Чтобы получилось группу, надо еще добавить поворот и свободно прикинуть. Не только, вот как раз там, чтобы получилась группа, во-первых, сами преобразования Лоренса не образуют группы. Потому что является именно классным, как раз является примером частичным преобразованием. А при образовании Лоренса, вы понимаете, чистое преобразование? Чистое преобразование будет. Так, ну, группа не образует. И чтобы получилось группу, надо добавить в координации пусту структуры. Значит, тем не менее, пусты сами по себе. Группы не образуют. Нет, вы правы. Добавить надо, так сказать, вращение. Нет, я думаю, пока я вам показал, криво-примяр, что вот классическое подключение Лоренса, вот тип, это пример частичный преобразование, который нельзя распространить на все множество. Ну, который был? Ну, в данном случае множество всех инерциальных систем. Вот в физике приходится как раз иметь дело именно с такими частичными преобразованиями. Значит, вот еще в 1957 году Парман ввел в физику понятия активное преобразование и пассивное преобразование, что, вообще говоря, еще больше показывает на то, что вот нужно изучать как раз такие вот системы, о которых сейчас пойдет речь. Частичная из-за того, что скорость... Нет, нет. Это означает, что это преобразование не задано на... Такое преобразование не задано на все множество. Потому что скорость... Нет, потому что в том числе... Потому что мы можем перемножить несколько числых преобразований Норица, в итоге получить то, которое преобразование Норица не будет. Ну, Вадим Геннадьевич говорит, что это у мало. Что? Что остановить? Вот, Михаил Геннадьевич, добавить повороты... Значит, ну, знаете, вы, значит, преобразование вовремя, значит, если вы возьмете, значит, одно преобразование, потом еще второе, не коллинеарное скорость, то вам еще нужно будет подвернуть немножко в систему координатов, чтобы получить преобразование. Но в данном случае, значит, оно неопределено на святом обороне. То есть операция, композиция, операция суперпозиции, ображение, оказывается, неопределена на всем множестве. Ну, то есть скорость, меньше скорость цвета. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Так не можно раскрутить. Главное другое, что прежде чем говорить о том, что какое-либо преобразование физики образует группу, и потом пользоваться теоремой МНТР относительно этой группы, надо посмотреть, что же из себя, что же будет. Нужно, чтобы область значений после преобразования первого преобразования, была бы областью, относительно которой можно выполнить второе преобразование. Важно другое, что неактивное преобразование физической системы, не пассивное, так же не образует группу. Вот сейчас мы подходим к понятию, что же все-таки, какую новизну вел профессор Лагнер в теорию групп, и вообще зачем все это нужно. Первая работа Лагнера была подрукованная по теории обобщенной групп в 51-м году в докладах Академии наук, ставленной академикой какого-то Лагнера, который понял эту работу и понял ее важность для Матинастии, и даже снял свою работу, которая там должна была дубликоваться, там уже был почти набор сделан, и отдал это место под эту работу Лагнера. Большая теория обобщенной групп и обобщенной групп она была опубликована впервые в математическом сборнике в 53-м году. И вот, по-видимому, тоже вам представляет исторический интерес этот доклад, о котором я говорил, который я зачитал Лагнера на 4-м математическом съезде. Значит, характерно другое, что буквально через несколько лет австралийский математик Растон, не зная о работах Лагнера, практически повторил его работах в 51-м году. Он и эти структуры, как Лагнер называл их обобщенными группами, сейчас мы к ним подойдем, тут важно как раз понять исторический элемент ситуации. Он назвал их на ясную полугруппу. Ну и, по-видимому, наиболее квалифицированная ситуация по теории обобщенной группе, вот, она имеется вот в такой кинеме. Рюфорд Престон, лагибраическая теория полугруппы. Значит, фактически, Престон передоказал основную теорему Вагнера, который ее формулил в той первой работе, о которой я говорил в докладах от Академии науки. Вот она сейчас в математике, как называют, сферемы Вагнера Престона. Всякая абстрактная обобщенная группа, замок манеха обобщенной группы взаимно-однозначных преобразования. А задача нахождения представлений обобщенной группы решена шайно. К чему я веду? Вот теперь мы подходим к самому главному. Так что же все-таки такие обобщенные группы? Чем они отличаются от обычных групп, к которым мы все привыкли? Вспомним определение группы. Значит, три так сказать постулата. Три аксиомы. можно их так называть. Это первая постулата ассоциативность, что если у вас есть два элемента принадлежащих к группе, три элемента А, Б, С, принадлежащие к этой группе, то имеет место вот закон ассоциативности произведения. Второй для группы важным элементом это наличие единичной, единицы в единичном элементе Е маленькое, чтобы любого элемента его произведение на единичный элемент равен этому элементу. И третий постулат это существование обратного элемента, чтобы у любого элемента группа существует обратный так называемый элемент А с индексом минус один такой, что их произведение в любом порядке равняется единице группы. Вот если первую аксиому как бы убрать А где же постулат у групповой операции? Он исчезает? Отределение группы является плюс четвертый это наличие групповой операции. То есть наличие групповой операции то есть произведение двух элементов равно обязательно третьему который принадлежит этому же норму. Если вот этот элемент вот этот брать первый постулат мы приходим к понятию лупы или так называемые ассоциативные группы и мы еще называем по этой группы соединиться. Так для физики они не представляют пока ненайденные наложения серьезные. А вот если вот этот постулат ослабить то наличие единичного нейтрального элемента ослабить то есть их может быть несколько то приходим к понятию полугруппы а нас будет интересовать определенный класс таких полугрупп Престон их назвал инверсными хотя Вагнер назвал обобщенными другом ну в общем так сказать наши одиннадцатик называют обобщенными группами Вагнера за рубежами называют фундаментальные инверсные полугольки еще если вот эти два если убрать и второй и третий мы приходим еще больше к структуре названным другом но мы сейчас сознатаживаемся вот на этот момент это означает что у нас есть несколько нейтральных элементов да так значит поэтому вот это важно определение обобщенной группы следующим образом обобщенная группа определяется как полугруппа то есть который нарушен вторая вторая всем группа то есть она ослаблена она опущена значит для каждого элемента существует единственный обобщенный обратный элемент натворяющий по этому условию вот если вы видели в группе мы имеем что-то очень похожее в группе мы имеем очень похожее вещь существование обратного элемента но здесь получается так что произведение в любом порядке дает этот единичный элемент обобщенная группа такого нет и тут очень важный момент видите тут как-то получается обобщенный обратный он как-бы его под ручки держит справа слева этот элемент или наоборот здесь вот и второе это эдемпотентные элементы которые по парламенту мотивы элемент называется эдемпотентным или просто эдемпотентным если он для этого условия то есть будет умножен на самый себя он дает себя как-бы такая в обычной группе как раз единица группа выполняет эту функцию вот поэтому приходим к определенению обобщенной группы из таких взаимооднозначных частичных преобразований множества множество взаимооднозначных преобразований запутные относительно операционной рождения которые с каждым частичным преобразованием верно обратным а вот обычная группа в том числе непрерывные группы они оказывается выраженного случая возникают обобщенной группы то есть это обобщенная группа которая департамент дает элемент единственной которая является единицей группы вот к чему это произойдет мы сейчас посмотрим оказывается очень многим последствиям очень важным для физики последствиям значит в обобщенной группе вводится совершенно естественным образом исходя из определения понятия отношения порядка то есть два элемента находятся в обычной группе чтобы понять что такое отношение порядка я такое пример в обычной группе практически все элементы они на одно лицо они ничем не отличаются в обычной группе они уже обретают не те лица конкретные их можно уже так хотя и они с точки зрения симметрии очень близкие друг к другу они уже открываются в них появляются посреди некое назовем так неповторимое отношения порядка вот так записывается что у них же первые меньше второго если выполняется вот такая все вот такое произведение вот это называется экономическим отношением порядка а с точки зрения преобразования это одно преобразование это означает что одно преобразование включает в себе более примитивное то есть что G1 это ограничение G2 на какой-то более маленькой области определения G1 это ограничение G2 на более узкую область определения G1 это то преобразование которое будет выполнено практически в первую очередь или ограничение G2 на область где они пересекаются значит такого нет в обычной группе но здесь просто по-русски отношению все элементы группы на одно лицо как я уже сказал а вот еще один важный момент который для физики сыграет ключевую роль в обычной группе также естественным образом вводится тонарная операция то есть упорядоченное произведение нескольких элементов тройное произведение то есть может оказаться так что произведение G1 на G2 не значит не определено в точке зрения циферпозиции поскольку речь они могут принадлежать разным множеством подможеством а вот такой опять же будет принадлежать обобщенной группе вот это множество заданных моментов нарядной операции называется обобщенной группой до сих пор физики не рассматриваются хотя множество примеров на это указывают что это имеет место будет Вадим это как раз и заменяет группу четвертую таскать правило твое да то есть введение такой операции то есть что не обязательно прямое должно быть а вот такое хитрое преобразование что значит я просто вот если принять эту аксиоматику Вагнера то получается что во первых элементы группы уже можно выстроить так сказать в ряд так сказать и они в общем будут чем-то отличаться незначительно но образовать может быть по полугруппу но они будут отличаться друг от друга и второе что вот такое произведение обязательно даст третий элемент G который будет принадлежать в общенной группе а вот групп это просто не бывает и быть не может так вот важнейшим примером этой операции связанной с тональной физики является так называемая спотессиметрия вот там судя по всему в следующем в следующем семинаре вам будут рассказывать про коллайдеры всякие ожидаемые вам вещи вот спотессиметрия это важнейший элемент физики то есть это операция такая вот когда мы выполняем только эту у нас оказывается система неинвариантная и множество мы знаем нарушений S на P произведение как вы знаете так сказать тоже нарушается а вот когда будут все вместе умноженные друг на друга это дает симметрию и до сих пор считалось что вот эта статусиметрия физики как-то скорее принцип то есть утверждение не доказывает с точки зрения обобщенной груды это просто это свойство так сказать обобщенная грудь обобщенная грудь что это такое грудь если есть это третий вот так так грудь вот так грудь да называется грудь вот я еще раз подчеркнул чтобы было понятно еще раз отношение порядка и так вот это отношение есть отношение включения преобразования если элемент уже один соответствия такое преобразование элемент уже два вот неких преобразований и такое то из вот этого отношения 3 и 1 это выделяет следующее что преобразование 3 и 1 включается в преобразование 3 и 2 то есть 3 и 2 на кровати преобразование более примитивное ну и валентное определение так нужно еще подводить тоже за этим площадь стоит серьезно ну а сейчас как известно одна из главных попыток так сказать в физике это объединить все фундаментальные взаимодействия некое единое все то есть что им об этом не читал сейчас стало как-то ясно что мы знаем по крайней мере сегодня мы знаем четыре компоненциальные взаимодействия сильная слабая электромагнитная гравитация вот сейчас уже давно понятно что для электромагнитного взаимодействия вот эта группа У1 так называемая унитарная однопараметрическая называется ключевая и она описывает электромагнитное взаимодействие слабое взаимодействие описывает специально унитарной группой СУ2 к сину взаимодействию соответствует СУ3 и в течение уже 40 лет делаются попытки как-то вот эти группы вместить некую одну группу чтобы получить то есть единую группу с единым константным взаимодействием которое при взятых или иных ситуациях сводилось бы либо к электромагнитному либо к слабому либо к сильному так вот с точки зрения обобщенной группы вот эти группы образуют структуру она называется обобщенная группа Клиффорда некую решетку ну фактически они как как матрешка так и друг друга могут вложиться поэтому аппарат теории обобщенной группы дает новую точку зрения на проблему унификации пункту пункту объединения значит ну а соответственно применение теремия монетов вот здесь тот анаг общенную группу тоже применена то есть есть работа где доказано где область применения теремия монетов от группы расширены на полугруппы то мы можем получить новые законы сохранения в том числе весьма непривязненно значит я сам специально этим не занимаюсь эту задачу я подарил своему племяннику который студент пятого курса сейчас в Санкт-Петербургском университете и вот он под мою диктовку написал бакуаловскую работу на четвертом курсе и значит когда доложил работа оказалась была признана лучшей вот летом этого года на физическом факультете в Санкт-Петербургском университете и сейчас полкафедры на которой она работает физики высоких энергий элементарных частин через него со мной общаются по электронной почте и бросились заниматься теорией обобщенной группы а вот что касается объедините гравитацию она как бы несколько стоит в стороне потому что когда мы говорили о предыдущих группах сильно услабывают и моимитовым взаимодействием мы говорили о так называемых я вам еще рассказал так называемые группы внутренней симметрии или внутренних степеней свободы а группа который в большом наглаждении отношений гравитации она связана пространственной временой достигает и вот холман холман и мандула в 1967 году доказали теорему называется теорема ноу-гоу для S-матрицы тогда по разному в разных учебниках звучит но смысл ее такой что не удается объединить группу фон-каре пространство временных симметрии с внутренними симметриями и единственное нетривиальное их объединение это их прямое произведение что вообще говоря сразу тогда когда они эту работу выпустила многие физические светали и там действительно она их всех опустила и потом появилась так называемая суперсемерия которые трицелент с ней стверделись я говорить про это не буду но в общем судя по всему результат она серьезных ненавы вот как считают даже вот в этом программе сейчас интересовались и я сейчас назову груза теоретиков из Новосибирского института ядерной физики института вот они считают что введение обобщенной группы элементарной частицы проблем объединения элементарных термалистов является серьезней альтернативой и и судя по всему весьма полезной альтернативой за суперсимметрию вот поэтому с точки зрения значит вот теории обобщенной группы вот эта вот карема калмана мандулы ее не существует в этой проблеме поэтому вот эту картинку я из данного журнала делал вроде как гора была которая не позволяет произвести вот это объединение двухсимметрия совершенно раз это гора и вот она значит в изменении аппарата обобщенной группы это вот проблема с ним то есть нет таких проблем поэтому главное значение для теории великого объединения и соответственно супер объединения под супер объединением физики является объединение гравитации всех этих четырех взаимодействий будет иметь именно понятие обобщенной группы и обобщенной группы частично преобразования преобразования но оказывается что не только физики высоких энергий можно найти так сказать на нахитовских примеры наличие примеров симметрии которые описывают обобщенные группы неожидан неожиданные неожиданные появления вот возьмем присталографию например неожидан полная консервигация группы синетных кристаллов была завершена в конце 30-х годов однако вот как ни странно в эту группу не попадают например такие группы как группы локосандра и группы пятиугольник я сейчас скажу что это такое согласно представлению классической теории группы в классической кристаллографии правильные пятиугольники в кристаллах не встречаются не должны никак встречаться потому что это запрещено обычной классической теории группы и не бывает орнаментов с симметрами однако в 84-м году был создан склад вот такой это первый склад который имеет эпизодеральную структуру и нет опускающей классификации классической а вот долгое время мучились и почему это так всякие приводились вплоть до сумасшедших вот так вот таких перестало довольно много сейчас больше сотни их назвали квазикристалл то есть это металлические сплавы которые обладают симметрией которая не может быть объяснена с точки зрения классической классической теории грудки из этой и периодически замочили да из этой а по физическим свойствам квазикристалл отличается очень очень отличается вот сейчас в нанотехнологиях это писк моды использование квазикристалла там у них свойства удивительные то есть они объединяют с одной стороны свойства металлов а с другой стороны свойства стекла и сейчас вот бурнейшее так сказать направление физического тела это квазикристалл но это не все да итак квазикристалл это высокоорганизованная твердопедная база которая является промежуткой вот вот эта работа Артамонова очень важная вот который это математик из МГУ и он там хорошо все разобрал и показал что вот единственным объяснением существования квазикристаллов является так сказать необходимость использования именно аппаратов универсных полугрупп или обобщенных группах вот поэтому сейчас в кристаллографии просто бурный сейчас ренессанс так сказать испытывает то вот то есть мы столкнулись с новым классом упорядоченным стопку в твердом теле которые являются такими промежуточными степлыми и кристаллами еще одно применение тоже было оно было так называемое сверхрешетки в твердом теле значит такие структуры которые состоят из двух твердых растворов вот и как правило содержат двух и большее количество кристаллических подрешеток каждый из этих подрешеток это атомы какого-то одного сорта и вот значит элементарное объяснение наличия сверх структуры сверхрешеток то есть некого дальнего порядка который возникает в твердом теле дополнительного дальнего порядка это вот тернарная операция обобщенная группа потому что она как раз вот этот ортономов это показал и другие говорящие вот что она позволяет это объяснить ну вот это все приводит к необходимости сейчас пересмотра вкладки классической физики отбылки то есть бросили заниматься этим делом ну вот очень серьезно ну и еще большее число примеров реализации инверсных кругов при этом живое проходит я тут хотел еще несколько сейчас хотел я тут несколько слайдов показать а потом подумал что слишком много информации много всегда это не очень хорошо это будет казаться что то есть когда информация должна быть дозирована вот поэтому я единственное что хочу сказать что вот проблема с температурой севропроводительности там в основном сейчас пытаются вот там пытаются работать так называемые купратами это соединение очень сложные как правило состоят из трех под решеток там дапируют купируют в общем в основном такая полухимия вот обобщенные группы здесь как раз дают подсказку где и как можно ожидать переход фазового перехода значит металлы или так сказать структуры все проводящее состояние вот возникновение вот этих структур которые сами по себе дают новые моды новые моды моды фаномные моды которые собственно ответственны за спаривание электронов и образование здесь куперовских пар пожалуй я на этом и закончу скажу только что вот еще раз скажу важнейший момент того что я пытался донести что теория обобщенной группы обобщенной группы она услужит для описания симметрии которая имеет место в упорядоченных структурах то есть когда вы структуры можете выстроить их описание дает этот аппарат и что применение этого аппарата теория обобщенной группы обобщенной группы современных физических последований несомненно приведет к новым важным результатам понимания закона живой и живой природы поэтому я думаю что на этом я закончу и готов ответить на вопрос какой-то новый закончик можете нам рассказать что значит новый закон ну новый закон остальные получил опять ну есть есть новые новые виды симметрии которые живут например вот физики лимитарных частиц там возникают новые связи между поколенными лимитарных частиц между парками лихтонными парк лихтонными только вот эти как раз будут сейчас будут пытаться обновлять на толпе мангель я пока слушал придумал пример из живой природы но если все по конституции равны в этом смысле мы все образуем группу то есть те которые сидят на охотном ряду по-моему те немножко ровнее и это так сказать явно есть по некий порядок группа образуем не мы а перестановка группа это операция это группа всегда по отношению к какой-то операции поэтому я за групповую операцию взял конституцию выясняется что есть порядок умножение нас друг на друга не определено это не обязательно мы можем умножением назвать перестановку переселили и это групповая операция ну да это не сами люди на которых эта операция применяется а это перестановки группа это операция по отношению к множеству как думал мы есть операция представления совершенно с вами согласен так вот вопрос мой Вадим Геннадьевич состоит в следующем было так сказать сказано о кристаллах было сказано о чем то еще говорил о кристаллах о симметриях а вот что то о химии или о ядерной физике какие то есть наметки или какие то изменения значит химии или ядерной физике я не знаю вот меня сейчас попросили вы за таким физике выступить с этим докладом они интересуются вот такими расширениями группы вот а вот то что касается ядерной физики то там ситуация следующая кстати говоря там ведь мы имеем дело так называемые симметрическими группами то есть группами перестановок вот симметрическая обобщенная группа дает совершенно новые дополнительные скажем так возможности в том числе снимает некоторые запреты на реакции не понял еще раз значит применение аппарата обобщенных групп ядерной физики гидра где групповые свойства наклонов описываются так называемыми симметрическими группами а вместо нее рассматривать симметрическую обобщенную группу даст вам следующее скорее всего будут обнаружены новые виды реакций в том числе идущих при очень маленьких энергиях которых щелкнул пар и эти реакции могут быть обнаружены то есть я предсказываю наличие новых видов ядерных реакций которые могут быть суповое место вот если она законом сохранения энергии запрещена то она запрещена никакой симметрии не спасет не здесь просто включаются дополнительные канады ну хорошо такой простой пример а если мы рассматриваем ну я не знаю какой-то бета-распадчик вот есть некая вероятность распас на этот уровень на этот ну есть известные цепочки там хорошо промерены не знаю вероятность вот здесь что-то это новое дает для там скажем я никто пока этой проблемой не занимался но интуитивно понятно что значит здесь возникают новые так сказать возможности здесь возникают для проявления тех реакций которые вообще считались запрещенными с точки зрения не закона сохранения энергии я там вам постепенно тех реакций еще наперем так у меня тоже есть несколько вопросов молодец уже есть вопрос так кому мы даем слово молодец молодец скажите пожалуйста вы сказали что те университетные группы должны иметь отношение к терминопеку объединениям допустим мы не трогаем гравитацию протоходим у 1 и со 23 естественно мы можем вложить во кто-нибудь типа су 5 и проблемы там уже такие более тонкие например там паракон слишком быстро распадается или что-то такое а как вообще в принципе устроена теория построена инверситет то есть как написать Янгмилл с инверситетом я не очень понимаю вообще общая идея какая и чем они лучше чем обычные известные теории что значит обычные 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 варианты теории вы сами наверное если вы посмотрите то результатов 20 лет никаких нет то что вы говорите нет 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 возьмите сорокалетней давности журналы вы увидите что подвижение не ничего не дало вот и так далее поэтому здесь только одно что все вот эти группы обращенные группы как матрешка упакуются вот эти три группы в один осозреваются три я говорю что я этим не занимаюсь но вот как говорится полкафедры физики высоких энергий элементарных частиц я не знаю я не знаю я просто хорошо владею математическим аппаратом знаю что обычные группы вам ничего не даст так как суперсиметрия вам ничего не даст ну я есть варианты теории объединения которые не проходят потому что конкретно теория предсказывает что-то что мы измерили и его нет например распадать продукт а вот эти теории они нету просто нету ну а тогда почему они лучше чем обычные группы можно ее 8 взять вместо этой сути уже брали уже брали и результаты а почему с этой вы ожидаете что какие группы нету потому что никто этого не делал и здесь есть основания говорить что здесь мы мы идем отверх нас уже бросились этим заниматься ну много чем бросались заниматься и если я вас так сказать не тянул за уши этим заниматься просто ясно что мне нравятся слова которые академика Карлов это он был артистом академике Капица великий коронавр он понял что любой аниматически красивый результат обязательно найдет свое именение прав ну ясно что сейчас они бросили заниматься буквально этим начали заниматься полгода назад так о чем речь как говорится то есть то есть то технология открытия нового законного жизни еще далеко далековато хотя природа их больше не надо они торчат хорошо попытаюсь сам задать несколько вопросов не углубляясь в такие высокие материи как давайте попробуем что-то проиллюстрировать на более простых вещах на тех же крестах то есть насколько я понимаю вот есть у нас скажем мозаика под розы не периодические мозаики но тем не менее куски там конечные и вот эти преобразования из обобщенного другого размера эти конечные кусты друг на друга это правильно да то есть фактически все вот эти которые значит вот те кристаллические структуры которые были открыты значит и которые классические они прекрасно описываются то есть симметрия появляется как раз за счет того чтобы вырезали кусок и не пытаемся накладывать на себя весь кристалл целиком да да но зато появляется и появляется еще данная пятничная симметрия хорошо такой вопрос вот скажем обычная как я понимаю кристаллография имеет дело с бесконечными кристаллами если мы возьмем более реальный конечный кристалл то соответственно почти вся кристаллографическая симметрия при этом теряется максимум там останется какая-нибудь зеркальная симметрия и все а симметрия описанная обобщенными группами остается для конечного кристалла идеальный кристалла то есть она должна стать способом определения что здесь игра идет на том что мы не отображаем вот то есть мы можем рассматривать сдвиг конечных кусков от этого конечного кристалла и нам не важно что этот кристалл потом оборваться вы знаете я не очень хорошо понимаю что вы говорите но когда он вводил умножение если вы откроете курша обобщая группы то точно так же вводится понятие обратной обратной матрицы для не квадратной а просто прямоугольной вот точно так же там вводится обратный элемент прямоугольной матрицы и теперь собственно говоря можно ли ему придать какой-то физический смысл потому что мы всегда работаем физически с квадратной матрицей только все недавно а здесь предлагается какая-то совершенно другая другой подход мы сейчас что-то выделили уже вполне наглядно конечный кристалл это то что вы можете себе представить это даже проще чем бесконечный кристалл да дальше когда мы рассмотрим преобразование координат например в общей теории относительности сшиваем между собой то там эти преобразования координат касаются не всего пространства какого-то по сути это как я понимаю тоже относится то есть это как раз один из случаев где обобщенная группа более естественная чем обычная группа которая требует преобразовывать все пространство да да именно так хорошо по крайней мере именно так что вот как раз вагнат почему пришел к ним он диометр специалист как раз значит вот изучают как раз это локальность для образования как раз почему обычная группа в порядок навести хорошо а какие еще мы можем придумать вот такие простые наглядные примеры типа конечных кристаллов там на замене координат чтобы осталась картинка ну я в мазерах не могу как предложить особо надо в трубке воронцевы говорили в трубку воронцевы говорили можно на этом примере в принципе оказывается что внимательное рассмотрение на все известные группы если на них внимательно посмотреть то с точки зрения операции обнажения или суперпозиции двумя локальных фрагментов они конечно не являются группы и чистый группы оказывается почти с гулькиновской физики в том числе с другого то есть вопрос такой что на самом деле и правильным образом применять этот препарат с на самом деле с внимательно посмотреть что прежде чем говорить что какие преобразования образуют группы надо посмотреть что же мы понимаем под операции суперпозиции может показаться что она не существует для ума у нас существует поэтому вот внимательно посмотрите для себя потому что в общем-то вот я не уверен что она является группой с как я понимаю речь идет о том чтобы выкину остается только чисто и густо и при этом групповую структуру рабочую ну хорошо но густо мы немедленно после операции мы ее восстановим разумеется причем вообще ну может быть что-то интересное выдастся поймать если посмотреть на чисто и густо с точки как я понимаю предположение делается а где 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 там может проникнуться по про этот пример я создать для всей значит попробуйте у у вас получится что там как раз вы читаете работу Вагнера которую я особо рекомендую читать и тогда может быть у вас снимется ваши вопросы они другой смысл пообретут вот эту которую он сделал на ну раскочили раскочили вот вот эта работа сейчас я ее дам где она не 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 сейчас скажу вот четвертая позиция вот значит я рекомендую сразу ваши вопросы существенно значительно не вот почему потому что вот иногда вот я тут вспоминаю сейчас нашего блестящего преподавателя двое 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 что все его может наверное новое поколение не знает сейчас он уже 105 лет он рассказывал такую вещь что ну для то есть и я сторонник того что всегда должно быть строгим математический аппарат а не вот как называется то есть изучать обязательно математический аппарат изучать всякие которые казалось бы ненужные физикам теоремы существования единственности и так далее вот Никольский рассказал такую историю ну тогда когда читали лекции они читали лекции и их возил шофер лекции шофер за ним не доезжал и их забирал привозил сюда они читали лекции а потом и возвращали и 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 так и и и и и и и Вот как раз ответ на ваш вопрос. Нет, Вадим Геннадьевич, молодой человек, на мой взгляд, задает более глубокий вопрос. Он говорит, ну хорошо, допустим, что это полугруппа, так сказать, преобразование Лоренца. Это что-то прибавляет или убавляет? Нет, я спрашиваю, в чем она, это полугруппность и опыт? Нет, именно почему это полугруппа? Потому что я знаю хорошо преобразование Лоренца, какая это группа, откуда она берется, как она устроена и так далее. Я там не встречал структуру полугруппы. Ну правильно, потому что, вот, совет вот, прочтите, потому что я вам рекомендую. Группы есть частные случаи полугруппы, в этом смысле. Вот мой совет, потому что иногда кажется, что мы самые умные, а на самом деле надо все-таки иногда поглянуть, что же у нас еще тут сделано. Вопрос на главный вопрос, это все-таки группа. Что? Группа Лоренца, это все-таки группа. А еще, вот ведь термин полугруппы, он занят, это когда вот нет обратного? Нет, там есть, может быть, обратный, но там может быть, значит, полугруппа, обратное может существовать. А вот термин полугруппы обратно единственным. Мы, оборудованные группы Лоренца, они из полугруппы выделяют, значит, некий класс очень интересный под названием «инверсная полугруппа заграничена». Это такой промежуточный класс, который промежучен между группами и полугруппами, и группами, которые, между группами и алгебрами. Можно ссылку там, где пьют? Ну, пожалуйста. Насчет подробностей, значит, здесь вот, тут есть такой, в России создан первый частный институт по теоретической физике, называется, научно-советский институт, и один олигарх создал, в порядке, он базируется. Научно-советский университет, комплексных систем физики диаметра. Вот они сейчас, они выпускают уже с 2003 года журнал, называется «Гиперкомплексные числа физики и геометрии». Вот они мне заказали обзорную статью, но вообще на другом, в мартовском номере тройку здесь. Так что, там поподробнее написано. В мартовском номере, вот это их журнал будет, да? Это Павлова. Павлова, да. Мартовском номере выгодят. Почти под таким же названием. Но там поподробнее, там, о матерях. Как строить материчное представление, вообще, на группу, и вот как эта шерпа пакуется в матеревшиеся структуры. Поэтому я призываю здесь студентов, все-таки, как говорится, вот, не ремеслом, так сказать, понимаем, а вот, изучать материнскую тщательную, особенно, вот, эти пункты и вещи, как ремесущество ради единственности. В определенном случае, вы будете получать совершенно идиотские результаты. Давайте поблагодарим докладчика. И если вопрос еще, то, наверное, на этом остановимся. Еще раз упоминаю, что если у кого-то это заинтересованно, кто-то хочет написать в интернете, подойдите, 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 подойдите.